Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 17 апреля 2013 года. Блогер из Перми, бывший следственный работник сотрудника ГБ Бессонов Алексей Борисович. Вы знаете, вот вчера показали сюжет. Я обращаюсь к Басаргину и знаю, что там они смотрят, эти мальчики. Басаргин экспектировал поезд с Узбекистана. Он схватился за голову, почему вся система границы государственная, она разрушена. Я начинал службу в КГБ именно на границе, на китайской, афганской. Я вот знаю, что такое граница. Я защищал ее и так далее. Я знаю, как в СССР какая была, как это все было организовано. Ну, вдумайтесь, наши русские мальчики из русских деревень охраняли огромные просторы. Я вас уверяю, все было на высочайшем уровне. Вот сейчас уже с позиции прожитого и, так сказать, опыта и знаний, нюансов некоторых, знаний и так далее. Ты понимаешь, как все было организовано. Граница – это самое дорогое удовольствие. Это очень дорогое удовольствие для государства. В СССР было пять контрольных пунктов, куда ввозили и вывозили товары. Только пять. И каждый товар можно было пронимировать, посмотреть, куда идет. Все это в 90-е годы рухло. Кстати, вот отряд Чунжинский, где я начинал клубы, там был единственный полк танковый со времен конфликта с Китаем на всю границу. И наши русские мальчики охраняли, ведь это же там огромное количество секретов и так далее. Заставы, командатуры, отряды в отрядах, так сказать, специальные подразделения есть. Все обучаются, полигоны. Это огромное хозяйство. Более того, я хочу сказать, что сегодня уже говорят об этом. С 83-го года наши мальчики, мы-то бы знали об этом, подписки давали, пограничники, они были в Афганистане. Переодевали форму советской армии и они охраняли границы там. Вот 100 километров, 250 сидели на точках. У нас мотоманеренные группы там были. Я, кстати, связь давал, я, даст, аппаратуру обслуживал и, так сказать, вот с ними связь мы поддерживали и так далее. И когда в 89-м году вывели 40-ю армию из Афганистана и сказал Громов, то за моей спиной никого нет. До 92-го года наши мальчики-пограничники там были на точках, сидели в учебе, в секретах. Там охраняли границу внутри. Об этом уже говорят, фильмы снимают. Но раньше это был большой тайна, большой секрет. И наши мальчики там несли. И туробор убрали и так далее. И все было в соответствии с законом. Я, кстати, закончил самую большую школу сержантского состава в сухопутных войсках. 11 месяцев связи. Больше было только у подводников, у акустиков, но они служили 3 года. И у нас были очень умные ребята, так сказать, институты заканчивали и так далее. Все учились, все, так сказать, и так далее. ЗАС аппаратуру обслуживали, ПВЛС тянули, азбуку моржа давали. Все было как положено. Связь самая главная на границе. Все это обеспечивали. И вот это все разрушено. Я звонил где-то еще лет 5 назад, там служили ребятам и спрашивал, ну что, как? Все разрушено. Все развалено. Все развалено абсолютно, так сказать, практически, практически, так сказать, вся система управления, она уничтожена. Поэтому сегодня он схватился за голову, что там идет поезд, там ничего не контролируется, неизвестно откуда они едут, заболевания какие везут. Ну а вы все 20 лет это делали. Вот Басаргин, этот наш гумератор, он даже не стоял в строю, никогда вони не нюхал друзей, товарищей своих, уже не говоря о том, чтобы секреты где-то, тайны доверяли. С 18 лет у меня форма допуска, сначала вторая, потом КГБ первая была, с 18 лет уже, так сказать, и тогда нас специально забирали отдельной командой, так сказать, всех отдельно. Нас даже не в день, нас отдельно приглашали, 5 человек у нас из города было, и мы уезжали именно в школу в связи, так сказать. И потом еще другое подразделение, я сейчас не буду говорить. То есть вот, так сказать, нас отдельно, причем мы так отдельно стояли в колонке и так далее, нас спрашивали, куда вы едете, кто говорит вы, десантики, а у нас крепкие ребята, родственники, все были здоровы, десантики или морпехи. Нам потом уже в поезде сказали, что едем туда-то, ну мы знали, что погранвойска, но едем туда-то, туда-то, а мы до этого не знали, что едем куда-то. То есть вас даже, вам даже оружие страна не доверяла, Басаргин, и вы собираетесь чем-то, вы не способны ничем управлять. И вот у вас, вокруг вас такая же, так сказать, публика, мало, да бесполезно объяснять. То есть надо это все пройти, потому что все поэтапно пройти, и раньше мальчики же, кто служил на границе и так далее, составляли костяк управления. Это и есть генофонд нации, самое лучшее, что есть в стране, потому что все было в соответствии с законом, все, ничего там, да вот вы даже не понимаете, что такое, что такое универсальные отношения. Они должны быть, потому что молодой человек должен, так сказать, что называется, притереться, научиться исполнять приказы, научиться, так сказать, выполнять, подчиняться. А это очень непросто, 18 лет, так сказать, гонора много и так далее, он заставит человека что-то выполнять, соблюдать и так далее. Это вот как раз и есть, как раз и есть специфика службы. Ничего этого не прошли, и посмотрите, во что вы превратили. Все развалено, системы управления нет, и сегодня Рогозин схватился за голову, сказал, что вот видите, так сказать, развалено. Она давно развалена, проходные дворы тут ходят, кто и так далее, так вот надо тех людей, кто довел до этого в 90-е годы и так далее, посадить на скамью подсудимых и близко не допускать к системе управления. Близко не допускать, они там быть не должны. Однако вы работали у Чубайса, костюмчик хороший одели, умное лицо, какие-то фразы там дежурные говорите. Вы не способны управлять, вы ничего этого не прошли, вон не нюхали в строю, как вы чем можете управлять, что вы и так далее. Он такой добренький, хитренький, умненькие слова, не кричит, не орет, стрелять надо, что орать кричать? Вы водите расстреляли перестрою, вот и весь разговор. Поэтому вот такая ситуация, все развалено, все уничтожено, а они что такие? И рост экономики сегодня, он говорит, 1%, с 12-го года ничего не растет, и даже при бюджете 120 за пароль, никакого роста не будет, никакой экономики не будет, потому что все уничтожено, армия, безопасность, граница, флот, все уничтожено, промышленность, все уничтожено, а он реформатор, у него костюмчик, миллионы, Юрка Тутнев, помощник министра, он такой, машинки, деловые разговоры разговаривают, тебя бы оторвали бы все на свете, негодяи, и они вот веселятся, им хорошо, так сказать, и так далее, чудаки. Когда же все это закончится? Когда же, если тут негодяи и мерзавцы? Все, спасибо, Ваш Бессонов Алексей Борисович.